Если мы посмотрим на этот период, на замечательный период 95-го 2000-го года, в стране огромное происходит количество событий в культурной жизни, в дизайне. Возникает студия веб-дизайн, которую запускаешь ты. Потом возникают другие какие-то студии. Много чего-то происходит с графическим дизайном, но возникает веб-дизайн. И многие, с кем я разговариваю, если я спрашиваю их просто о человеке, о личности, которая повлияла на этот период, они всегда называют Тему. Они говорят, это Тёма. Для меня становится очевидным, что благодаря руководству, небольшим статьям возникла целая культура. Во-первых, культура дизайна, веб-дизайна, когда дизайнер должен писать код. Когда он должен понимать, как устроен код. Когда он должен понимать, что существуют разные размеры браузеров. С другой стороны, возникает еще несколько приемов, которые становятся абсолютно отличительной чертой российского молодого веб-дизайна. И это и возможность растягивающихся или резиновых сайтов, как их тогда называли, и возможности внимательного отношения к графике, когда просто старались каждый формат сделать максимально мелким. Как ты видишь веб-дизайн, его основные принципы для тебя на этот период? Есть смысл посмотреть на историю чуть-чуть с высоты вот этого десятилетия. Первую половину десятилетия, условно, с 90-го года, когда типа появились компьютеры, и по крайней мере, более-менее, они начали наводнять весь мир. То есть персональный компьютер был известен там с 70-х годов, но он был просто игровой приставкой. В 90-е годы появился компьютер, соответственно, IBM для офисов, на Кинтоше первые в полиграфию пришли. И люди стали оформлять вообще все с помощью компьютеров. Появились принтеры домашние. То есть это прям была революция, начало 90-х. К 95-му году появляется интернет в его браузерном воплощении. То есть появляется мозаика, появляется Ницкейп, появляются первые вот эти графические браузеры, которые были очень примитивные тогда. То есть это всегда серый фон, это картинка как событие, которая всегда прямоугольная, и черный текст, и синие ссылки, и, соответственно, сиреневые посещенные. Все, это вот интернет имени Тима Бернерса Ли тех времен. Тогда я его застал вот в таком виде в 95-м году. Увидел, собственно, как выглядят сайты всех мировых компаний. Я пошел на сайт Микрософта, Эпла, Адобе. И был в абсолютном ужасе, потому что даже те мои примитивные пырканье-бырканье, которые я делал на компьютере, и дружил с какими-то другими людьми, еще не было интернета, у нас были Би-Би-Эс, мы просто общались через модем. Даже то, что я умел делать в тот момент, выдрачивая свои пиксели, было наголу лучше, чем то, что было у этих прекрасных мировых корпораций. Я понял, что это шанс. Потому что если я умею сейчас лучше, чем они это умеют, среда понятна, я быстро сел, выучил HTML за три дня, сделал свой сайт и запустил его в открытое плавание. Это был как раз октябрь 95-го года. В России и в мире примерно... То есть, это редкий момент, когда что-то... Технология абсолютно новая, абсолютно мировая, с абсолютно понятной, блестящей перспективой глобального покрытия. То есть, это было тоже довольно очевидно, что вот это и есть будущее. Это не телекс и не факс и не какие-то еще такие извращенные промежуточные технологии. Это прям конкретная вещь, которая абсолютно понятна, что можно двум людям в мире общаться с помощью графической среды. И это абсолютно универсальный язык. Есть смысл в него вкладывать силы. Собственно, в этот момент у всех стартовый пистолет прозвучал одинаково. Это главное историческое событие. И оказалось, что это одна из неногих вещей, которые в России мы увидели вот тоже с первого дня. Мы не отставали ни разу, потому что компьютеры точно такие же, интернет один для всех. Соответственно, вот звук прозвучал, кто в какую сторону побежит, кто чего сделает. Это редкий момент, как если бы была колонизация новой планеты, когда тебе говорят, что вот смотри, атмосфера есть, там гравитация есть, вот эти кирпичи, вот тебе там цемент, делай. И люди на разных концах планеты начинают строить каждый свой город. Один у одного небоскреба, у другого там пещеры. То есть, кто во что вгораст, но инструменты и шансы у всех абсолютно одинаковы. Этим являлся интернет в тот момент. И, соответственно, до примерно года 2000-го это был момент такого первичного накопления всех видов капиталов, какие только есть. Интеллектуальных, финансовых, изобретательских, креативных и так далее. Все пытались... В этот момент каждый год, наверное, переписывался стандарт HTML, каждый год все время что-то изобретали новое, писали новые браузеры, появилась война браузеров. В этот же момент подсосались производители операционных систем, которые занялись шрифтами. И вообще никогда в истории человечества люди не занимались шрифтами так активно, как в 90-е годы. И такого больше никогда не будет. Именно в 90-е годы сделана основная масса, потрачено миллионы долларов. Когда Apple боролся с Microsoft и с Adobe, значит, у кого формат круче, кто больше шрифтов оцифрует, и кто больше них будет лучше разбираться. Потому что до этого были шрифты все пиксельные, и, соответственно, были проблемы другие. Помещается, можно ли сделать десятипунктовый писельный грамон, и будет ли он читаться. А потом, соответственно, резко скакнули в сторону вектора. То есть все занимались чем угодно, только не вебом. Так почему-то получилось. То есть шансы у всех были одинаковые, но больше всех из тех ребят, которые в тот момент занялись вот этим новым интернетом, больше всех получилось этим заняться мне и моим коллегам. Потому что мы как-то очень близко к сердцу это приняли. Было понятно, что это вот оно будущее, которым можно заниматься. И мы вложили очень много сил и вкладывали, и не просто теоретически, а вполне конкретно. Мы создали рынок, объяснили всем, что этот рынок очень ценный и важный. Пригласили на этот рынок всех. И участников, и компаний, и клиентов, и поставщиков, и так далее. И, собственно, тоже никогда в истории не было такого момента, когда дизайнер был бы настолько модной профессией. Сейчас он тоже не настолько модный. Как бы тренд, можно сказать, немножко там снижается, потому что видоизменяется дизайнер. Он уже слишком многопрофильный, и это уже какое-то другое должно быть слово, которое, наверное, его будет описывать. Тогда в середине 90-х получилось так, что мне удалось со своими коллегами создать моду на дизайн гораздо больше, чем... Ну, то есть это сравнимо было по степени модности, хайповости и привлекательности с тем, как сейчас, например, интересны людям диджеи, или там какие-то спортсмены. То есть это прямо была такая реальная тема, реальный пласт. Конечно, он был очень субкультурный, но это была субкультура, которая притягивала огромное количество людей, чего, скажем, в соседних странах не происходило. То есть мы не видели таких процессов в Чехии, мы не видели таких процессов в Германии, такого не было в Америке, не было в Японии. У нас был абсолютно свой ограниченный более-менее границами русского языка, русскоязычный мир, так сказать. То есть все бывшие СССР. Это была наша аудитория. Соответственно, вот с этими людьми можно было... И если мы посмотрим на то, что происходило, если мы посмотрим на сайты, зайдем на веб-архив, посмотрим, как выглядели сайты, мы увидим, что когда приходил следующий человек, он попадал в интернет, он попадал, ну, естественно, как-то... Мало кто, я думаю, вырастал на бразильских сайтах. Ну, то есть никто не знает вообще, что там происходило. Потому что там ничего интересного такого не было. Были какие-то очаги мейнстрима, понятно, американский очаг, там Азия сразу улетела в сторону, потому что японскими сайтами до сих пор невозможно пользоваться. Можно зайти на любой сайт, там, любой крупнейшей японской корпорации, это будет полный отстой вообще, запредельный. То есть люди вообще не вдупляют ни одной секунды. Американцы более-менее сейчас только что такое научились делать, похожее на сайты. Европейцы всегда были где-то такие скромненькие. Ну, у них вот как бизнес-класс от эконома не отличается, так и сайты у них тоже... Это просто такая оперативная полиграфия. Им наплевать. И на этом фоне мы вдруг стали делать из сайтов... Как-то сразу мы схватили вот все, что раньше называлось в мире мультимедиа, то есть много разной интерактивной красоты. Схватили все, что мы знали про графический дизайн, схватили все, что мы знали про весь перфекционизм, про красивые картинки, иллюстрации, типографику и так далее. Все это кинули в один котел. И это были сайты. То есть каждый сайт был неким произведением искусства, как будто вот у всех были просто книжки, напечатанные на желтой газетной бумаге, а мы делали книжки, где открываешь, и там встает такой замок, и оттуда вылетает дракон, и значит, там течет река, там битва снизу происходит. Вот это были наши сайты. Дизайнер, который только что написал правила для всех остальных дизайнеров на русском языке и на английском языке, каким должна быть современная типографика, он спокойно идет спать после этого, он не чувствует, что это какая-то вот слишком большая крупная амбиция, взятая на себя. Взять и всем сказать, так, а теперь мы делаем вот так, это делаем вот так, здесь отступы такие, тиры, это не это, и этим мы этим не занимаемся, и вот так правильно, точка. Все-таки нет, такого ощущения большого события не было, потому что это была абсолютно тончайшая, маргинальная, очень субкультурная тусовка, и фактически читатели и получатели этого сигнала, их было там 100 человек. То есть это не то, чтобы какая-то там вселенная содрогалась, потому что в этом смысле у дизайнеров хорошо, то, что они всегда, то есть дизайнер, слава богу, не спортсмен и не музыкант, его не ловят на улице там за рукав, и вообще он не является прямо вот такой вот селебрити, по счастью. То есть он может быть очень крутым в своих руках, но так же, как крутым может быть повар или там настройщик пианино. Это интересная профессия, но она, в реальном мире люди как бы не замечают, что эта профессия существует, потому что дизайнер, он всегда находится за кулисами, он ставит свет на сцену, а на сцене кто-то другой выступает. Но ты как веб-дизайнер все-таки находился в других условиях, тебя приглашали везде, до какого-то момента тебя можно было видеть на разворотах там глянцевых журналов, в каких-то тусовках, да, например, там в журнале там Playboy, где вдруг возникает там веб-дизайнер в окружении других каких-то звезд экрана, молодых журналисток, которым все что-то интересно, они пытаются как-то задавать вопросы, понимать, чем ты занимаешься, что это такое, и после ты от этого отказываешься. Почему? Вот от такой какой-то вот публичной звездности, причем которую не ты как бы пытаешься сгенерировать для себя, а наоборот, как-то ты начинаешь вызывать интерес такой целой огромной массы вокруг. Ну, это все-таки признание моих заслуг не столько дизайнерских, сколько заслуг, так сказать, продюсера или режиссера, или сценариста, или дирижера, может быть. То есть, те вещи, которые я могу организовать с помощью каких-то приемов и с помощью талантливых людей, они дают определенный результат. Но это не совсем имеет отношение к дизайну, потому что... Или наоборот, имеет самое прямое отношение к дизайну, если посмотреть с другой стороны, потому что в дизайне тоже нет никаких же правил, и можно делать все, что угодно, и фактически дизайн это создание и коммуникация. То есть, бывает дизайн, когда мы создали предмет, вот там стул, на котором я сижу, его кто-то должен сделать, там, не знаю, какую-то основу, обтянуть кожей, сделать ножку, чтобы он не падал. То есть, какие-то простые такие вещи, для того, чтобы мне было удобно сидеть. А бывает дизайн, как коммуникация, когда это плакат, или логотип, или сообщение, или какая-то там картинка на майке, это тоже дизайн. Она не имеет... функциональности не имеет никакого отношения. Вот майку сжить, это как бы достижение, потому что нужно сделать лекало, там, нитки, чтобы не рассыпались, чтобы она стиралась. А то, что на ней будет напечатано, хотя я купил ради рисунка, а не ради того, чтобы кто-то старался, здесь вот такое сочетание двух дизайнов появляется. И я больше имею отношение к тому, как коммуникационной стороне, больше, чем к созданию вещей. Я, конечно, в жизни сделал несколько вещей тоже, в том числе и несколько технологий, в том числе и вот растягивающиеся сайты, которые сейчас люди вдруг заново для себя открыли, как адаптивные сайты, узнав, что это событие. Они не знают, что мы это делали за 15 лет до них, потому что в мире начали делать адаптивные сайты. Только когда появился айфон, когда разрыв между размерами экрана стал такой большой, что это стало сложно игнорировать. Потому что на столе стоит компьютер-десктоп с вот таким монитором, а в руке айфон вот с таким монитором. И нужно что-то делать. Человек заходит на сайт, пишет Design.ru, и у него вдруг на айфоне он открывается такой же сайт, как и на большом экране. И, соответственно, все надо там смотреть, ничего не вида, надо увеличивать текст. Вот это все первоначальное мучение. В мире решили, что окей, у нас типа теперь есть мобила, мобила важнее, чем десктоп, и поэтому мы будем для нее все адаптировать. И они пошли в другую сторону. То есть, если посмотреть на предысторию, как было сначала, например, Apple, который, собственно, придумал айфон, он категорически не хотел делать никаких версий для мобил отдельно. Он просто делал такие сайты, которые форматировались. То есть, на экране айфона можно было посмотреть нормальный сайт. Они считали, что типа, зачем мы будем наказывать пользователя за то, что у него мобильный телефон в руке. Он должен пользоваться таким же полноценным интернетом, как и все. А было параллельное течение ребяток, которые еще более безумные на тот момент, которые решили, окей, на мобиле нам неудобно, мы просто будем показывать в пять раз меньше информации. Просто делаем более крупные картинки, чтобы под большой палец все это попадало. И это будут другие сайты. То есть, ты будешь заходить по тому же адресу и увидеть просто другой продукт. Да, ты не увидишь четыре пятых информации, которые там были. Ну, и что зато ты увидишь одну пятую, и тебе будет удобно. И вот на привычку, на привыкание к этой мысли было потрачено, наверное, лет 5-7. Пока тот же самый Apple, он буквально 3 или 4 года назад наконец-то сделал отдельную мобильную версию. Он до последнего не готов был на это. Но сейчас, когда накопилась критическая масса, случилось вот это вот такое переваливание, да, вот такой мяч, как бы, такой немножко шестиугольный, который вот очень долго стоит на одном ребре, а потом, и перевалился на второе ребро. Вот это такие вокруг тектонические сдвиги, которые происходят. Но им при этом всем было очень психологически тяжело это делать. А мы были к этому готовы всегда. Есть ли возможность вспомнить, ну, если не дату, то какой-то вот период, когда ты впервые попробовал, как это работает, резиновая верстка, и какие в ней приемы, совмещение графики, чтобы какой-то множился фон. Потому что мы говорили там и с другими дизайнерами, с Ильей Михайловым, с Горбуновым, по поводу того, насколько это был сложный прием, а с учетом того, что ты еще поставил определенные внутренние правила, такой внутренний кодекс, наверное, что наши сайты, которые мы проектируем здесь, их основная амбиция, что они везде, где бы они ни открывались, открываются одинаковыми, они везде одинаково работают. То есть то, что ты должен закладывать достаточно мощный технологический бэкграунд под то, как это должно работать, а не только выглядеть, да, то есть как оно должно отображаться. Да, здесь, собственно, самое интересное из технологических изобретений или идей, которая была в тот момент, это резиновые сайты. Мы начали их делать где-то... Первый сайт, по-моему, если я не бру, это был сайт для Ситилайна, и это был 97-й год, когда я вдруг, глядя на экран, понял, что экран бывает разного размера. У кого-то было там 1024 или 768, у кого-то там полторы тысячи, там еще на сколько-то. И при этом я всегда сидел, у меня окно всегда занимало половину экрана. Я никогда не раскрывал, как люди на PC любят сайт на весь экран. Но я при этом вижу, что все люди так делают, и как бы это их, в общем, личный выбор. Я обратил внимание, что есть разница такая. Опять же, здесь помогло то, что у меня нет никакого классического образования, тем более профессионального, слава богу, потому что оно мне не давит и не мешает. А весь мир жил по старым традициям, потому что еще, начиная с каких-нибудь там скоролингов, люди вот, у них был формат бумаги, у них были поля, у них был размер шрифта, у них была полоса набора. И это настолько незыблемые вещи, как то, что существует на свете там гравитация или там, не знаю, солнце светит раз в день. То есть, это вещи, которые не обсуждаются, которые никто не подвергает сомнению, вообще не анализирует. Это просто данность. Надо делать вот так. И все западные дизайнеры, когда появился интернет, они, собственно, со своим бэкграундом пришли в интернет и продолжили делать на экране то, что они делали всегда на бумаге. А я вырос на экране. Для меня бумага, это был какой-то, это как будто идет жизнь на экране, а что, когда напечатал на бумаге, это как отпечаток, посмертная маска такая. То есть, это ты остановил жизнь, выведя на бумагу изображение. Для меня бумага всегда была форматом, ну, не считая книг, которые отдельно я люблю, но книга все равно тоже это мертвая, как бы набор мертвых листов. Потому что там ничего не двигается. А на экране все двигается, он живой. Ты можешь увеличить шрифт, ты можешь поменять шрифт, ты можешь, там, картинки, чтобы у тебя ездили, ты можешь растянуть окно. Это все вещи, которые абсолютно другая материя, совсем принципиально другая. Это как вот сравнивать, не знаю, эфир и кусок камня. Это, если ты познал эфир, то камнем после этого тебе очень сложно соблазнить. Он, конечно, там, весомый и все такое, им кинуть можно, но эфир гораздо круче, гораздо больше для души в нем. И я понял, что надо делать сайты, которые будут растягиваться. И начал сначала с таблиц. Я просто написал таблица, ширина 100%, и у меня изображение, моя полоса набора стала занимать всю ширину экрана. Стало понятно, что это многовато, наверное, поэтому я добавил небольшие отступы по краям, потом понял, что идеальная пропорция это две трети от экрана. Поэтому практически всегда с тех пор полоса набора на всех наших сайтах была 70%. И до сих пор сетка, которая лежит в основе нашего сегодняшнего сайта, она тоже использует эти значения. То есть оказалось, что две трети от экрана это прекрасная пропорция, которая очень хорошо читается, воспринимается, гармонично на разных форматах работает, и на маленьких, и на больших. Поэтому было дано указание. А это очень такая приятная вещь, когда ты дизайнеру даешь какую-то вот такой стержень, такую колонну, которая вот... Ты можешь вокруг нее все, что хочешь строить, но ты вот ее обязан учитывать и не можешь не использовать. У нас, например, было правило всегда типографик все тексты. То есть мы всегда вставляли все кавычки, тире, это прям... И поэтому можно определить людей, которые вышли из студии. Потому что когда просто в магазине берешь упаковку, смотришь кавычки, значит, это кто-то делал из выпускников студии. Потому что остальные люди делают просто вот такие. Причем это транслируется и среди менеджеров, и среди тех, кто писали текст. Да, причем когда люди работают в студии, они это могут люто ненавидеть. А еще раньше было гораздо проще, потому что это же как бы новое требование, и, соответственно, люди просто возмущались. А потом, когда они уходили из студии, вдруг у них что-то всплывало в подсознание. Они сами начинали в других заставках. Грамматики, оптимизации текста. Да, потому что были все-таки компьютерная типографика, у нее немножко другие корни. Она же вышла из терминала, из перфокарты, из терминала, из просто там оранжевого или зеленого текста на черном экране. И поэтому любая эстетизация того, что мы видели на экране, даже появление интересного шрифта, это уже было событие в компьютерном мире. Потому что на экране, вот в этой вселенной, весь мир как бы заново рождался. Он же рождался из очень грубых пикселей, и постепенно эти пиксели прорисовывались-прорисовывались, когда у нас сначала было изображение там 512 на там 362, черно-белый, с которого я начинал. Причем нельзя было, если ты уменьшал картинку, то она не уменьшалась, она как бы превращалась в черное пятно, потому что там нечему было уменьшаться. Там были пиксели только черные и белые, все, там не было серых пикселей. Это потом уже сейчас у людей вообще все, что хочешь, они там микроны могут разглядывать, тогда такого не было. Ты мог увеличить, да, тогда у тебя были пиксели размером с кулак. Но вот эта вот энергия, которая пошла от веб-дизайна, энергия и в бизнес пошла, в открытие новых направлений, и позже анимация, флеш-анимация, ведь вот эта вот звездность, которая возникла, что профессия стала звездой, самоназванной. Она напрямую была связана и с твоими активностями, потому что возникла такая немножко мифологическая фигура, да, виртуализированная фигура, где кто-то верил, что тебе там 52 года, потому что об этом написано и вот отфотошопленный портрет, а кто-то верил, да нет, это какой-то подросток в бандане, и когда я общаюсь с коллегами именно про этот период, то, конечно, все вспоминают, что вот казалось, что вот если веб-дизайнер должен быть в бандане, например, и какой-то нон-конформизм должен быть, и даже по отношению к инструментарию, что какие-то генераторы кода, никогда их нельзя использовать, и там векторный редактор должен быть фрихенд, потому что он умнее и удобней. То есть какое-то отношение ко всему вокруг абсолютно критическое и абсолютно функциональное. Вот возникла такая вот культура и в изучении, и в том, что руководство в маленьких статьях старалось привносить и объяснять в большей степени клиентам, чем дизайнерам на тот момент. Вот эта вот энергетика, она же в 2000-х как веб-дизайн, вот сформировала свою культуру с персоналиями, которые возникали, там и Илья Михайлов, Олег Пащенко, Ромочка, то есть фигуры, которые не просто создавали, то есть для меня до сих пор интересно, как Олег Пащенко, например, мог заниматься банковскими сайтами, то есть это вот для меня масло и вода, я не понимаю, как здесь, в студии Лебедева, это смешалось и заработало. В России в 90-е годы, это еще один такой подарок судьбы, который нам достался, была полная, абсолютная, невероятная свобода, то есть такой свободы вряд ли в какой-то еще стране, в какой-то момент можно будет в течение жизни предположить, увидеть. Это бывает, наверное, раз в сто лет, когда рушится старая система, новой морали не существует, нет никаких авторитетов, люди полностью избавляются от всех своих старых отношений, обязательств. Ну, для кого-то это трагедия, кто-то был профессором, стал таксистом в Нью-Йорке, а кто-то, соответственно, просто все потерял. Нет империи, есть просто обломки. И на этих обломках вдруг появляется такой вот 16-летний я, совершенно с незамутненным взглядом, который ничего не боится, просто потому, что никто ни разу по голове не давал. И, соответственно, вот, что хочешь, то и делай. Ты можешь делать реально вообще абсолютно все, и никто тебе не скажет слова, просто потому, что некому сказать слово. И нет никаких ни границ, принципов, вообще ничего. То, что сейчас постепенно загущается, как-то люди начинают снова выдумывать правила и друг друга ограничивать. Тогда была абсолютная свобода. На этом фоне и тут появляется интернет и делает все, что хочешь. То есть, я, типа, окей, а мы будем делать лучше в мире сайты, соберем людей и будем, поскольку нам никто не указ и даже за границей не указ, потому что они тоже не знают, как делать сайты. Они у них тоже сам точно так же появились только что. Мы на этом фоне начали вот это все делать. Про то, что какие-то дизайнеры крутые, типа, там, Олег Пащенко, который может делать банковский сайт. В этом это не специфическая для интернета или для дизайна или для веб-дизайна тема. Это, скорее, некий прием, который всегда работает. И можно создать интерес к чему угодно. Я всегда говорю, что если бы я не был дизайнером, а был бы, например, шахтером, то я же остался бы сам собой. И мне все равно хотелось бы привлекать интерес людей к своей профессии. Я бы сделал профессию шахтера модной. Хотя там нет ничего в дизайне не больше интересного, чем в шахтерском деле. Это ты в грязи, в поту, в темноте и в жаре с отбойным молотком херачишь с утра до вечера породу скальную. Очень неблагодарное дело. Часто люди умирают. Никто тебе спасибо не говорит. Кусок мыла каждый день надо потратить, чтобы потом все это смыть. Это абсолютно про дизайн. То есть это так же скучно, так же тяжело, так же уныло, так же неинтересно. Но можно к этому привлечь интерес. Вот это вот инерция или даже не инерция, а сформированные такие новые паттерны или новые привычки. Вот иногда уже сейчас, да, там позже ты берешь там книгу, физическую книгу, теперь мы должны говорить, физическую книгу, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты где-то в правом верхнем углу все время хотел бы найти там поиск по содержанию или там поиск по фразе, быстро переключиться. То есть уже то как технологии, то как приемы веб-дизайна, подчеркнутый текст, ты предполагаешь, что с ним можно как-то взаимодействовать. Это какой-то к тебе сигнал, какой-то там, говоря дизайнерской терминологии, афорданс какой-то, да, он тебе предлагает, если это похоже на кнопку, на это можно нажать. Вот эти вот изменения, которые произошли, и то, как они формировались, вот какие ты видишь, какие вот основные там два-три крупнейших изменения в поведении, в восприятии, в привычках, которые возникли тогда, в этот период такого развития веб-дизайна, 95-й, 2000-й, которые уже после, там, за 17-20 лет кажутся совершенно очевидными, но их... Надо сказать, что в то время, наверное, ничего интересного не было. На фоне того, что есть сейчас, все, что было тогда, уже можно смело списать в утиль, и это интересно просто как, ну, маленький кусочек истории, в котором просто мы жили. Больше ничего в этом ценного нет. это был момент, когда только все вот зарождалось, появлялось, и люди впервые вообще научались, вот объем данных, вот мы должны скопировать текст и вставить его сюда. То есть, это такие в детском саду какие-то комбинации из кубиков. Ничего, ну, только то, что это заложенная основа, которая происходила в тот момент, это да, когда люди просто понимали, что все можно оцифровать, что все можно показать в интернете, что интернет – это место, где можно проводить часами много времени. Тогда это, то есть, фактически с 95-го по 2000-й год просто закладывалась основа. Ничего ценного, прямо того, что вот дошло до наших дней и является каким-то большим открытием, нет. Самое интересное, что произошло вообще в компьютерном мире, это, конечно, тач. Но это произошло сильно позже. Это в 2007 году, когда появился iPhone, iPad и вот эти все ребята. Когда люди стали пинчить, свайпить, тапать и так далее, и видно даже сейчас, когда дети подходят к компьютеру, они на ноутбуке хотят его, хотят свайпать, а оно не свайпится. То есть, это уже вот этот вот момент бездна между тем, что дети уже поняли, им уже понятно, они знают, что просто можно пальцем интерактировать со всем миром, а компьютеры еще старые. То есть, компьютеры еще живут в парадигме вот как раз 90-х годов. Скоро, конечно, это все тоже поменяется, и интересно то, что будет там происходить. Мы, вот то будущее, которое нас ждет, которое сейчас происходит, которое меняется каждый год с невероятной скоростью. То есть, никогда нельзя было предположить, что мы окажемся в такой момент. То есть, интереснее всего жить сейчас. В 95-м году жить не так интересно. То, что мы тогда первые примитивные технологии осваивали, открывали, в каком-то смысле мне жалко. Я бы с удовольствием на фастфорварде свою жизнь бы так продвинул вперед, чтобы мои молодые годы пришлись бы скорее куда-то на сейчас. Или там, на плюс 10 лет, когда будет самый мега-кайф, когда будут автономные машины, когда будут искусственные интеллекты, нейросети нормальные, которые соображают, когда половина профессий в мире станет не нужны, потому что просто их заменит компьютер безболезненно. Вот это самый интересный момент. А тот момент, который я застал, это такой, ну, я немножко поработал автором чугунных мостов и вот делал кружева из чугуна и, значит, их горячими заклепками приваривал. Ну, то есть, это может быть даже красиво, такая, типа, Эйфлева башня, но абсолютно непрактично и больше никому не нужно. И этот опыт нет смысла пытаться кому-то еще повторить. Я в ближайшие 10 лет ожидаю полное изменение вообще состава профессии и все то, что мы сейчас с тобой вспоминаем, это будет не более интересно, чем то, что в 80-е годы были восьмибитные игрушки. То есть, ну да, хорошо, мило, и можно один раз прийти в ретро-музей и там поиграть с, значит, с таким кондовым джойстиком и с Пэкменом каким-нибудь, но это больше ни за чем не нужно. И это не то, чем люди готовы каждый день себя развлекать. В ближайшие годы произойдет замена профессии на компьютер, конечно. То есть, большинство вещей, которые сейчас умеют делать дизайнеры, они станут абсолютно ненужными, потому что это будет делать компьютер. И останется дизайнер как оператор машины. То есть, это такой человек, который, как рабочий на заводе, управляет станком с ЧПУ, вот так же дизайнер будет управлять компьютером. он очень мало что будет делать руками, потому что практически все можно будет автоматизировать. Это будут просто алгоритмы. И то, что было для нас ценностью, то, что было для нас большим событием, то, что мы когда-то там с восторгом смотрели на какой-то логотип, эти времена абсолютно пройдут. Потому что логотипа будет такое количество, что у тебя не будет времени на восторг. Ты просто не будешь успевать это делать. Все абсолютно замейнстримится и массовейшим образом будет такое количество визуальной информации, которое будет настолько быстро и настолько качественно генериться без участия людей, что все то, что нам казалось ценным и важным, оно станет ненужным точно так же, как какой-нибудь мастер по обувным набойкам, который мог быть королем вообще города в середине 20 века. Сейчас мало кому нужен, просто потому что если у тебя сломался каблук, ты пошел, купил новые ботинки. Тебе не нужно искать хорошего мастера. Дизайнер потратил все свои годы на вот эти чертя свои сетки, растягивая сайты, изучая типографику и рисуя буквочки. Он потратил время на то, чтобы обучить машину. Машина все это посмотрит, скажет, ага, поняла. И дальше я сама, спасибо, ты иди. И дизайнер останется нужен только в его человеческой сущности. То есть то, что мы умеем делать сейчас руками или с помощью какого-то кода, или то, что сейчас называется дизайном, оно станет ненужным. Нам не нужно будет тратить на это время точно так же, как нам не нужно будет через 10 лет сидеть за рулем машины. От дизайнера останется стержень, его эмпатия. Это то, что будет всегда важно и востребовано. И он с помощью этой эмпатии сможет программировать какое-то количество каких-то устройств, или как-то мы их будем в будущем называть, и они будут совершать какое-то действие или какое-то влияние оказывать. Вот для этого будет нужен дизайнер. То есть дизайнер в конечном итоге вернется к своей изначальной задаче проводника смыслов среди людей. Вот в этом его задача. А то, что он сегодня умеет это делать с помощью компьютера, считается, что компьютер это два деревянных костыля, два протеза, и мы, значит, на каких-то колодках перемещаемся, думая, что мы очень изящно ходим по земле. А на самом деле это вот все, что у нас есть, это какие-то чудовищные кандалы и очень неудобные позы. Нам нужно воспарить и вернуться к чистой душе. И, соответственно, будущее есть шанс, что технологии будущего дадут нашей душе гораздо больше возможностей быть окрыленными, чем то, что мы имеем сейчас.